Беседа 65-я о Крестном Знамении Нужно сею пищу? Нужно ли принять рукоположение? Или другое, что сделать? Везде предстоит сей знак победы. Потому-то мы со всяким тщанием начертываем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце. Ибо Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего Владыки, который, как овча, на заклане ведется. Исайя 53-7 Посему, когда знаменуешься Крестом, то представляй всю знаменательность Креста, погашай гнев и все прочие страсти. Когда знаменуешься Крестом, пусть на челе Твоем выражается живое упование, а душа Твоя делается свободною. Без сомнения вам известно, что доставляет нам свободу. Посему апостол Павел, склоняя нас к всему, я разумею свободу нам приличную, упомянув о Кресте и крови Господней, убеждает всеми словами. Ценою купленной исте не будете рабить человеком. 1 Коринфянам 7, 23 Помышлай говорит о дорогой цене, какая заплачена за тебя, и не будешь рабом ни одного человека, а по дорогой цене он разумеет Крест. Ибо не просто перстом должно его изображать, но должны сему предшествовать сердечные расположения и полная вера. И если так изобразишь его на лице Твоем, то ни один из нечистых духов невозможет приблизиться к Тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил смертельную рану. Ибо если и мы с трепетом взираем на те места, где казнят преступников, то представь, как ужасаются дьявол и демоны, видя оружие, которым Христос разрушил силу их и отсек главу змея. Итак, не стыдись столь великого блага, да не постыдит и Тебя Христос, когда придет во славе Своей, и когда сие знамение явится пред Ним светлейшим самих лучей солнечных. Тогда крест сей самым явлением своим как бы скажет в оправдание Господа пред целую вселенную и во свидетельство, что с его стороны все сделано, что только было нужно. Сие знамение и в прежние и в нынешние времена отверзало двери запертые, отнимало силу вредоносных веществ, делало недействительным яд и ворчевало смертельные укусы зверей. Ибо если оно отверзало врата адовы, отворило твердь небесную, вновь открыло вход в рай и сокрушило крепость дьявола, то что удивительного, если оно побеждает силу ядовитых веществ, зверей и всему того подобного. Итак, напечатлей крест в уме твоем и обими спасительное знамение душ наших. Ибо сей самый крест и преобразовал вселенную, и изгнал заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей садил ангелами. Когда при нас крест, тогда демоны уже не страшны и не опасны. Смерть уже не смерть, а сон. Крестом все враждебное нам не зложено и попрано. Посему, если кто скажет тебе, ты поклоняешься распятому, отвечая ему радостным глазом и с веселым лицом, поклоняюсь и не перестану поклоняться. Если он засмеется, ты оплачь его безумие и благодари Господа, что он оказал нам такие благодеяния, которые без откровения свыше и познать никто не может. Ибо и он смеется, потому что только душевен человек и не примет, как Духа Божия. 1 Коринфянам 2.14 Ибо это же бывает и с детьми, когда они видят что-нибудь великое и удивительное, и если объяснять ребенку тайну, он засмеется. И язычники подобны таким детям, даже безрассудния их. Почему и более достойное сожаление, как поступающие по-детски, не в детском, а в совершенном возрасте, за что не стоят никакого извинения. Но мы, хотя бы предстали все язычники, мы с тем большим дерзновением, громким, сильным и высоким голосом взываем и говорим. А когда предстанут все язычники, еще с большим дерзновением вопием, что крест есть наша похвала, начало всех благ, дерзновения и все наше украшение. Аминь.